Уважаемые коллеги, тема моего выступления – физическая сущность причины гравитации. Начал я эту тему в 1967 году, но у меня не было достаточно оснований, чтобы ее закончить, и закончил я в окончательном варианте только в мае этого года. Нужно было накопить те данные, которые соответствуют той идее, которая заложена в эту тему. Она может показаться вам неожиданной, кто-то согласится, кто-то не согласится, кто-то задумается, но это моя идея, которой я занимался и продолжаю заниматься. Итак, физическая сущность причины гравитации. Определение физической сущности причины гравитации я основываю на своей работе «Пространственная среда. Единая основа взаимодействия в природе материального мира» или, как я ее называю, «Теория неразрывной материальной пространственной среды», в которой в основе определения существования гравитации и ее физической причины представляется пространственная среда, несущая в себе определенные свойства. Фактически, данный доклад является содержанием теории неразрывной материальной пространственной среды результатом чего является рассмотрение физической сущности причины гравитации и некоторых других явлений природы. Поэтому я уделяю основное время своего доклада раскрытию того, как в этой связи представляется пространственная среда. Но прежде всего необходимо напомнить о некоторых представлениях гравитации современной наукой Исаком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном. Основываясь на существующих общепринятых представлениях причинно-следственных связей природных явлений, современная наука не получила до настоящего времени достоверного ответа на физическую сущность причины гравитации в материальном мире. Это можно объяснить только несоответственность существующих теорий истинным причинам природных явлений. Поэтому существует множество гипотез о физической сущности причины гравитации, не дающие единого и естественного ответа о ее причине. Как я заметил, каждый исследователь рассматриваемой темы старается объяснить причину гравитации, исходя в основном из своих профессиональных знаний и существующих официальных представлений. Но достоверны ли они? До настоящего времени, как мне представляется, наиболее близким к истине суждения о причине гравитации является представление, изложенное Исаком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном. В письме к Бойлю от 26 февраля 1673-1774 годов Ньютон подробно излагает свою точку зрения на эфир и на возможность объяснения тяготения действиями эфира. Вот небольшая выдержка из его письма. Во-первых, я полагаю, что все пространство, заполненное эфирным веществом, способным к сжатию и расширению, большой упругости и, одним словом, во всех отношениях весьма похожим на воздух, но значительно более тонким. Конец цитаты. Альберт Эйнштейн указал на то, что причиной гравитации является деформационные свойства не эфира, а пространства. Но следует заметить, что ни Исак Ньютон, ни Альберт Эйнштейн не сумели раскрыть физическую и причинно-следственную связь всемирного тяготения между материальными телами. Они лишь вплотную подошли к пониманию причины гравитации, указав на деформационные свойства среды, в которой взаимодействуют материальные тела, не раскрыв физическую причину деформации. К тому же, теория гравитации Эйнштейна не дает ответа на то, почему массивные тела искривляют пространство. Обратим внимание на одну из трактовок современной физики о физической сущности гравитации. В одной из научных публикаций о гравитации поясняется, начало цитаты, «Гравитация – это универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. Приближение малых скоростей и слабого гравитационного взаимодействия Гравитация описывается теорией тяготения Ньютона, в общем случае описывается общая теория относительности Эйнштейна. Гравитация является самым слабым из четырех типов фундаментальных взаимодействий. Считается, что для понимания причины гравитационного взаимодействия следует найти решение этой проблемы при помощи теории квантовой механики, но до настоящего времени причина гравитации теории квантовой механики не разработана». Есть еще одно представление о причине гравитации, которое, как я считаю, может нести только к разряду гипотетических. Это объяснение заключается в следующем. Существует четыре качественно различных вида взаимодействий, в которых, как предполагается, участвуют элементарные частицы. Эти взаимодействия называются фундаментальными, то есть самыми основными, исходными, первичными. По мере увеличения интенсивности фундаментальные взаимодействия располагаются, как известно, в следующем порядке – гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное. При этом предполагается, что в квантовой области фундаментальным взаимодействием отвечают соответствующие элементарные частицы – переносчики взаимодействий. Можно ли принять такое предположение? Элементарные частицы – это материальные тела микромира, и, как любые материальные тела, являются дискретными образованиями. Это означает, что материальные тела представляют собой, как и все во Вселенной, построенные по единому закономерному принципу, в структурную совокупность дискретных материальных образований и всепроникающей единой материальной среды. Поскольку между любыми материальными телами существует гравитационное взаимодействие, то это также должно относиться и к элементарным частицам. В противном случае не может иметь места существование единых законов природы, надумывание для каждого случая неких искусственных факторов, антинаучное и не может соответствовать истинному, естественному, фундаментальному физическому проявлению явлений природы. В подобной категории надумывания я отношу так называемые переносчики взаимодействий. Это надуманные, ничем не подтвержденные, виртуальные частицы, необходимые для объяснения до настоящего времени необъяснимых некоторых квантовых взаимодействий. Такие частицы не могут существовать, так как в противном случае следует отказаться от существования закона сохранения массы и энергии. К необъяснимым квантовым взаимодействиям можно отнести также и двухщелевой эффект, при котором делается неестественный вывод о прохождении одного электрона одновременно сквозь два отверстия с образованием интерферационной картинки на экране. Здесь можно указать на иную и естественную причину подобного явления, но для этого требуется отдельное сообщение. Укажу лишь на то, что отсутствие рассмотрения любых явлений природы без учета влияния среды не может дать истинного ответа об их причинно-следственной связи. Таким образом, представление причины гравитации в окружающем нас материальном мире не имеет законченного представления своей природной сущности ни у Исаака Ньютона, ни у Альберта Эйнштейна, ни у современной науки. А теперь обратим внимание на то, как представляет теория неразрывной материальной пространственной среды природные факторы, лежащие в основе причины гравитации. Основываясь на единстве законов природы и на едином объединяющем факторе в природе материального мира в пространственной среде, прихожу к выводу о том, что должно существовать единое фундаментальное взаимодействие гравитация и единое поле пространственной среды. Что можно предположить для обоснования единственных проявлений в природе материального мира. Имеется ли известная аналогия эта? Хочу обратить внимание на то, что Вселенная представляет собой единое, взаимосвязанное и взаимозависимое структурное образование, возникшее в результате единой причины образования. И в основе всего существующего лежит первичный информационный фактор, заложенный в свойствах структуры единой, бесконечно протяженной, дискретно неразрывной пространственной среды. Естественные аналогии этому можно представить таблицу химических элементов Менделеева, в котором каждый химический элемент построен из одних и тех же нуклонов, различающихся только структурно и количественно. Это лежит в основе всего существующего в природе. Подобно в таблице химических элементов, каждое неразрывное дискретное образование, элементарное пространство, пространственной среды несет в себе элементарную информацию и в данном случае кластерное образование элементарных пространств также создают различающиеся количественно и структурно образования, переходяющие в новое качество, что и является образованием всего многообразия неживой и живой материи, существующей во Вселенной и во всем материальном мире. Исходя из того, что причиной гравитации предполагается деформационное свойство пространственной среды, предлагаю обратить внимание на то, как представляет теория неразрывной материальной пространственной среды основной объединяющий фактор материального мира, пространственной среды, в которой существуют и взаимодействуют материальные тела и как представляется материя. Представляется, что материальные тела не могут существовать вне пространства, а вот пространство может существовать вне зависимости от существования тел. Отсюда делается вывод, что пространство и материальные тела находятся в неразделимой взаимозависимости и и поэтому требует единого рассмотрения. Для объективности изложения приведу представление современной наукой сущность материи и пространства. Цитата. Материя, объективная реальность, содержимое пространства, одна из основных категорий науки и философии, объект изучения физики. Физика описывает материю как нечто, существующее в пространстве и во времени, иначе в пространстве и времени. Пространство – вместилище вещей, время – вместилище событий, либо как нечто, само создающее свойства пространства и времени. Обращаю внимание на то, что время в природе определяется не как длительность в нашем представлении, а как событие, то есть как физический процесс, то есть как количественный фактор. И еще о пространстве. Пространство – это базовое понятие абсолютного начала, это безграничная сфера существующей реальности. Без пространства последующие действия невозможны. Понимание пространства – это мысленное проникновение в логическую суть устройства мироздания. Как видим, представление наукой материи и пространства, хотя и носит самый общий характер, не определяющий их физическую сущность, но является утверждением того, что пространство является определяющим фактором мироздания, а материя является содержимым пространства. А теперь предлагаю свое представление пространства и материи. Понятие материя находится в наших ощущениях. Мы видим разного рода тела и утверждаем, что они материальны. И мы не только видим их, но и можем их потрогать, раздробить или синтезировать. Но чтобы понять физическую сущность материи, следует представить, что она представляет собой фундаментальным, самым элементарным, первичным состоянием и возможно ли это. Основываясь на том, что материя дискретна, приходим к выводу о том, что она делима. Представить материю бесконечно делимой, значит отвергнуть эволюцию, как замкнутый, бесконечно повторяющийся процесс. Представление такого эволюционного процесса бесконечным и однонаправленным, а не повторяющимся в замкнутом цикле, означает невозможность прийти к конечному результату, то есть к первичному материальному образованию. К тому же, бесконечная делимость материи означает, что она в бесконечности исчезает. Мы живем в материальном мире. Мы продукт материального мира. И не можем мыслить иначе, чем категориям, представляющим этот мир. В этом странном мире мы все должны иметь начало и конец в процессе эволюционных преобразований, основанных на непрерывной последовательности совершения событий, исключающих несоответствующей природе материального мира представления вневременного характера. Исходя из всего этого, материя должна иметь предел делимости. Иначе следует отказаться от естественно происходящих эволюционных процессов и тем самым загнать себя в логический тупик. Если представлять существование предела делимости материи, то естественным следствием этого на определенном этапе эволюции должно быть представление о потере материи состояния массы и ее переход в состояние безмассовой формы существования. Вот тут и должен возникнуть вопрос о том, что таковы материи в ее первичном, изначальном состоянии. Таким образом, приходим к пониманию, что в природе имеют место следующие формы существования материи. Твердая, жидкая, газообразная, плазменная, белковая и безмассовая. Фундаментальная, то есть первичная, изначальная. В связи с таким представлением материи возникает философский вопрос, а возможно ли иметь понимание, что такое первичная материальная сущность? Можно ли дать этому какое-то определение? На данном этапе наших представлений и уровня развития нашего разума такое определение можно представить только понятием субстанции, и что образование материальной массы это совокупность такой субстанции. Наше сознание ограничено возможностью ощущать и понимать только то, что имеет массу. Безмассовая форма существования материи не относится к фактору непосредственного ощущения присутствия, но относится к фактору понимания, что такое должно существовать изначально. И такое представление не одиноко в нашем осознании существующей действительности. Для однозначности фактора такого понимания можно привести следующий пример. Мы не можем ощущать бесконечность, но мы можем понимать, что она должна иметь место. И поясняя, что такое бесконечность, Мы можем только утверждать, что это то, что не имеет конца, но понятие бесконечность не может существовать само по себе. Мы живем в материальном мире, и вопрос о бесконечности связан с определением того, что относится к понятию бесконечной сущности. Если представить материальный мир бесконечным, то под бесконечный можно представить только среду с одновременным существованием материальных образований. Такую бесконечно протяженную материальную среду следует воспринимать как единое поле, и только в этом поле могут образовываться материальные тела, являющиеся полевыми кластерами, физическая сущность которых не является точечными объектами, а является уплотненными локальными сгустками пространства, которые образовываются при определенных обстоятельствах. Могу заметить, что принципиально подобный вывод имеет место в развивающейся теории квантового поля, где предполагается, что материальные тела микромера это не точечные объекты, а локальные поля. Из всего этого я делаю вывод, заключающийся в том, что пространственная среда является причиной и основой образования материальной массы. Другого изначального причинного фундаментального фактора в природе нет, во всяком случае он не найден. А что касается локальных полей, то в моем представлении это локальные сгустки единого возмущенного пространства. В этом и заключается неразрывная связь материальных тел с пространственной средой. Являясь пространственными кластерами, материальные тела физически связаны с пространственной средой и движутся в пространственной среде, являясь его физической частью, уплотняя элементарные пространства перед собой. Это определяет ограничение скорости движения тела в зависимости от его массы. Предполагается, что изначально сгустки пространства образуются при гравитационном коллапсе, причиной которого является образование сверхплотной пространственной среды. Причиной сверхплотного состояния пространственной среды является распад материальных тел и их переход в элементарные пространства на определенном этапе эволюционного процесса, существовавшей предшествующей Вселенной. В данном выступлении я могу лишь указать на то, что распад материальной массы тел в состоянии элементарных пространств может происходить только в границах черных дыр ядер галактик, являющихся в моем представлении зоной максимального растяжения пространства, а не концентрацией громадных масс материи, как принято предполагать. Имеются наблюдения астрофизиков США, показавшие мгновенный распад материи звезд, затянутых в область черных дыр, без увеличения массы ядра галактики, но при росте объема области черной дыры. Я предполагаю, что распад Вселенной является результатом эволюционного процесса, связанного с существованием черных дыр. Кстати, гипотеза о сверхплотном ядре галактики отрицается наблюдением о разрыве звезды, попавшей в черную дыру, и является доказательством пустого, предельно растянутого пространства области черной дыры. Такое состояние в области черной дыры является мощным фактором гравитационного затягивающего воздействия любого материального образования. К тому же известно, что черные дыры имеют протяженность от 1 до 10 парсеков, а сострадочение громадной материальной массы в едином центре невозможно объяснить, как такая масса остается стабильной и не взрывается. Таким образом, пространство представляется бесконечной протяженностью средой материального мира. Являясь средой материального мира, пространство должно нести все материальные факторы. Как и все, материальное пространство должно быть структурно. Структурное пространство, как уже упоминалось, представляется как совокупность неразрывных элементарных пространств, являющихся материальным фактором в безмассовой форме существования. Неразрывность элементарных пространств дает понимание представления элементарных пространств как особой формы дискретности. Почему принимается представление о неразрывности элементарных пространств? Ведь они несут в себе материальную сущность. В данном представлении идей, поскольку элементарные пространства неразрывны, то это исключает промежутки между ними. Научное определение дискретности означает прерывистость. Но применение к пространственной среде это неприемлемо, так как при обращепринятом определении дискретности это приводит к тому, что пространство должно находиться в среде абсолютной пустоты. Но абсолютная пустота – это нечто-ничто, то есть то, что не существует, исходя из этого предполагаемая идея и вносит в понимание структуры пространства понятие неразрывности элементарных пространств, то есть отсутствие промежутков между ними. Такое представление структуры пространства приводит к исключению понимания существования абсолютной пустоты и создает представление пространства как единой неразрывной структуры. Являясь дискретным материальным образованием, представляющим собой совокупность неразрывных элементарных пространств, пространство должен нести в себе деформационный фактор, то есть растягиваться, сжиматься и искривляться. В противном случае пространство не может быть информационным фактором и не может быть причиной взаимодействий между телами. В имеющих место суждениях пространство представляется физическим вакуумом, то есть пустым. Представление пространства физической пустотой означает его структурность, но ведь пространство определяется материальным образованием. Как можно объяснить пространство пустым и одновременно сущимся материальный фактор? Такое объяснение заключается в том, что пространство не содержит материю в состоянии массы. Если бы оно содержало материю в состоянии массы, то это означало бы, что пространство это совокупность материальных тел микромира, что неприемлемо для представления среды. При таком представлении пространства мы были бы зажаты, как в банке с горохом. Основываясь на таком представлении, единственным выводом о признании материальности пространства может быть только представление о содержании пространством безмассовой формы состояния материи. А это означает, что именно элементарные пространства представляют свою безмассовую форму состояния материи. Может ли такое представление материи считать естественным? Убежден, что это так и есть, так как безмассовая форма существования материи – это единственное возможное объяснение состояния материи, являющегося первичной, фундаментальной, элементарной материальной сущностью. Отсюда и следует, что материя в состоянии массы является совокупностью безмассовой формы состояния материи, то есть совокупностью элементарных пространств. На этом основывается вывод о том, что образование материальных тел – это результат совокупного сжатия элементарных пространств, образующих пространственные кластеры. Отсюда также следует вывод, что материальные тела – это одна из форм существования пространства. Если основываться на том, что все существующее в материальном мире образовалось, то предположение об образовании пространства приводит к бесконечным предшествующим образованиям, что недопустимо для конечного результата. И тогда логика такого рассуждения означает, что пространство существовало всегда и не образовывалось. Ведь естественным должно быть предположение, что что-то должно было существовать постоянно без образования. Невозможно представить, чтобы что-то образовалось из ничего. В противном случае образование Вселенной не может иметь единой причинной физической основы. И тогда только пространственная среда, как изначальная форма существования, должна являться единой основой и причиной образования материальной массы. И тогда вместо представления об образовании пространства следует принять возможность его эволюционного преобразования по замкнутому циклу в разные формы существования материи. И не следует выдумывать разного рода частиц, похожих на бозоны Х, образующие материальную массу. Рассматривая сущность пространства и образование материальной массы, нельзя пройти мимо утверждения того, чтобы эксперимент, проведенный на Большом Адронном коллайдере в Швейцарии, подтвердил существование бозона Хиггса. У некоторых ученых имеется сомнение, что открыт именно бозон Хиггса и что он может существовать в действительности и таким, как его характеризует Хиггс. Предполагается, что бозон Хиггса – это элементарная частица квантполя Хиггса. Предполагается, что бозон Хиггса – это обменная частица, которая наделяет материю масса. Без нее Вселенной, какой мы ее знаем, не существовало бы. Одновременно существует также утверждение, что обменные частицы не существуют. Это чисто гипотетическое предположение. Для того, чтобы утверждать, что причиной образования Вселенной является бозоны Хиггса, следует понимать, как они образовались. Что существование бозона Хиггса имело место до образования Вселенной? На этот вопрос никто, включая и самого Хиггса, не дал ответа, так как на этот вопрос ответа не может быть. К тому же, чтобы представить, что бозон Хиггса, обладающий массой в 133 раза тяжелее массы протона, мог быть причиной образования громадной материальной массы Вселенной, следует понимать, как образовался бозон Хиггса, что явилось физической основой его образования и каков предполагаемый механизм наделения тел бозонной массы. Следует также знать, что собой представляет физическая масса бозона, из чего она состоит. Ведь масса является совокупностью чего-то. Аристотель так определял материальную массу, то из чего. И если Хиггс утверждает, что элементарные частицы наделяются бозонами массой, то что тогда собой представляли частицы до того, как возникает на них влияние бозонов? Это что же за материальные частицы, которые не имели до бозонов материальной массы? На эти вопросы нет ответа ни у Хиггса, ни в квантовой теории поля. К тому же, все это не дает ответа на характер проявления закона сохранения массы и энергии, а также, где в природе можно заметить существование бозона Хиггса. Как мне представляется, бозон, если предположить, что он существует, это одно из короткоживущих в доле секунды материальных образований, а не фактор, образующий массу материи. Предположительно, бозон был признан таковым на коллайдере в результате столкновения двух протонов, что тогда является причиной того, что масса образовавшегося бозона в 133 раза тяжелее протона. Основываясь на представлении пространства структурным, неразрывным, деформационным образованием, считаю необходимым представить свое понимание того, что за частица и частица ли получена при эксперименте на баке. Мое объяснение этого явления я представляю следующим образом. При столкновении двух протонов, разогнанном до суп световой скорости, произошла мгновенная деформация сжатия элементарных пространств между протонами. В результате образовался локальный пространственный кластер большой плотности, просуществовавшей долей секунды. Отсюда следует понимание того, что образовавшаяся масса пространства кластера может быть тяжелее массы протонов. В результате прекращения сжимающего воздействия на образующие пространственные кластеры элементарных пространств произошел обратный физический процесс, то есть произошла деформация растяжения кластера, и он возвратился в несжатое состояние неразрывных элементарных пространств. Таким образом, образование массы – это результат сжатия элементарных пространств, и это не имеет никакого отношения к наделению массой других частиц. Не имея соответствующих теоретических основ такого события, пространственный кластер был принят за бозон Хиггса. Из всего представлено следующее бозон Хиггса не существует и не являются причиной образования материальной массы. И поскольку эти псевдобазоны могут образовываться только при высокоскоростных столкновениях протонов, то где они самостоятельно образовываются в природе и в громадном количестве, чтобы насыщать частицы своей массой? Абсурность такого антинаучного представления очевидна. А вот что говорят известные ученые. «Эта частица очень похожа по своим свойствам на бозон Хиггса, но по некоторым параметрам она не совсем точно соответствует ожидаемому. Это может быть не частица Хиггса, а похожая на нее частица», сказал руководитель бозонного эксперимента на Большом Адронном коллайдере Джо Инканделло. Таким образом, вместо бозона Хиггса я представил причину образования материальной массы, сжатую совокупность элементарных пространств, что дает естественное, простое и объяснимое понимание причины ее образования в пределах единого поля материального мира. И только так в настоящее время можно представить единственную причинно-следственную связь образования материальной массы тел микромира, не нуждаясь в придуманных Хиггсом бозонах, существование которых в природе не имеет достоверного подтверждения. Исходя из всего сказанного, неразрывное пространство определяется основным, единым и единственным причиненным фактором образования материальной массы, материальных тел Вселенной. Поэтому только пространство можно представить единым полем материального мира. Основываясь на вышеизложенных представлениях, рассмотрим физическую сущность гравитационного взаимодействия материальных тел. Исходя из того, что материальные тела – это пространственные кластеры, то есть сгустки пространства, то это означает, что они являются уплотненным состоянием пространства в границах тела. А поскольку пространство едино и неразрывно, то следствием этого является стягивание внешнего пространства в сторону тела. Следствием этого также является искривление пространства, на которое указывал Альберт Эйнштейн, но не смог указать на его причину. Если представить пространстве два тела, находящиеся на некотором состоянии друг от друга, то их гравитационное взаимодействие будет таким, как показано на рисунке 1. На рисунке 1 видно, что силы стягивания пространства вызывают растяжение. Растяжение пространства относительно центра массы, точка О. Системы в сторону взаимодействующих тел, следовательно плотность пространства между телами меньше, чем в границах тел. В результате растяжения пространства возникает реактивная сила ФР, это красным, обозначено красными, красными стрелками. В сторону центра масс. Появление этой силы и есть физическая причина гравитации. Итак, итоги рассмотрения причины гравитации. Таким образом, подводя итоги рассмотрения физической сущности, причины гравитации, основанной на теории неразрывной материальной пространственной среды во Вселенной, следует сделать окончательный вывод. При нахождении в пространстве одного, двух или более движущихся тел, концентрация пространства в этих телах стягивает внешнее пространство в сторону этих тел, увеличивая за счет своего сжатия их массу и искривляя окружающее пространство вокруг каждого тела. Пространство, находящееся между телами, стягивает в сторону тел, вызывает ответную реактивную силу, направленную в центру массы системы, что и является физической причиной гравитации между телами. При множестве находящихся в пространстве взаимодействующих тел образуется гравитационная паутина, которая в результате движения тел и излучения ими своей массы вызывает непрерывные деформационные изменения в пространственной среде. Эти деформационные изменения не оказывают влияния на смещение траектории движения квантовых объектов в пределах локальных полей, но не имеют траектории движения относительно локального поля в связи с деформационным смещением локального поля. Гравитационно-деформационные изменения в пространственной среде должны оказывать влияние на все происходящие явления природы, включая в частности двухщелевой эффект, квантовую неопределенность по деформационному перемещению квантового объекта совместно с локальным пространством, относительный характер закона сохранения массы и энергии, движущейся в пространстве тела, распад материальных тел в зоне черной дыры до лимитарного состояния материи, образование заряда электрона и позитрона, движение электронов в проводнике, сближение и отталкивание проводников с электричеством, с электротоком, существование шаровых звездных образований галактики и другие явления природы. Я закончу. Спасибо за внимание.